всем большой привет есть у меня вот такой вот оксалис красивый был цветок и недавно он пережил переезд точно я не совсем знаю какая была причина вот нынешнего состояния то ли он подмерз то ли перелив то ли засушила я его но тем не менее вот мы имеем вот такой вот вялый вид и это причем что несколько дней назад ну ладно это было примерно неделю назад я обрезала все вялые листочки но те которые прям уже совсем обмякшие вот но часть из них видите стала снова такая все поникла один только более-менее и что я наблюдаю еще с грунтом видите он был когда-то полит тоже это было где-то неделю назад и по сей день грунт остается влажным то есть я понимаю что корневая не работает либо там какое-то может быть заболеванием у нас корневая нарушена допустим она гниет либо еще какая-то причина в общем я хочу сейчас достать это растение из грунта посмотреть что там с корневой зачистить вот эти вот все погибшие листочки и пересадить в новый грунт полностью новый сухой грунт без возможных каких-то вредителей и переизбытка влаги в качестве лопатки у меня снова будет ложка так и сначала я пройдусь по периметру чтобы отделить грунт от стенок так и у меня уже первый пошел так 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 видите тут просто зернышко без корешков но но не гнило и и ствол здесь себя чувствует более менее листья тоже у него шансы есть я так думаю продолжаем тут так как вода особо из грунта видите не поглощается корневой соответственно влажный он сейчас у меня остается а стебли вялые то если я потяну их все вместе не отделяя вот так предварительно от стенок то возможно все просто оторвется мне бы не хотелось такого результата поэтому я прошлась по периметру а теперь попробуем на чувствую что что-то там по обрывалась так вот тут еще есть семена тоже достаем все что получится спасти здесь о так тоже потом рассмотрим нужно копнуть поглубже достаем это похоже на резомы посмотрим поближе я не знаю оксалис уходит спячку или нет может он спячку пошел такая вот очень интересная штучка на шишку похоже длинную это резома корневой и корневая не черная не коричневая нормально так что тут еще мы найдем давайте покопаемся какие клады так это керамзит уголь еще резомка по идее каждая резома это новое растение вот мы их посадим нужно пойти новые теперь поближе на корневую посмотрим так я вижу извиняюсь тут коты у меня разболтались вот часть оторвалась в процессе когда я их доставала вот но вон в любом случае плохо уже выглядит поэтому это просто выбрасывая так а вот этот видите вот видите с резомкой 11 на выброс пойдет здесь или все резомы я вот если честно не знаю резомы можно ли замачивать в пине не повлияет ли это как-то пагубно ну вот так вот если внешне смотреть да выглядит то прилично не гнилая не мягкая ну что не надо замачивать просто грунт поменяю да я наверное просто поменяю грунт может быть во первых марганцем пролью во вторых через какое-то время я это буду чередовать когда просохнет грунт следить чтобы не было перелива и пином там здесь просто зернышки семечки хотя нет тут рисунка но если я правильно а вот смотрите есть черная выпала сейчас тут еще есть значит все таки какие-то подгнили вот это черное тоже видите трухлява это она же и есть продолжение сейчас мы отломим все живое вот чисто уберем так тут тоже чисто вот это вот не очень так вот все это отделяем какие-то видите начали попадаться подпорченные я сейчас у меня даже начали возникать сомнения точно ли это резомы они склеены между собой зернышки потому что я вот одно вот так отщелкнул который испортилась и она прям отдельным семечком отсоединилась еще одна тоже отдельным семечком ну кто знает подсказывайте интересное строение так ну что у нас тут в грунте ничего лишнего не осталось все это все идет на выброс у нас вот это то что осталось живых но я сейчас больше смотрела именно на вот эту нижнюю часть некоторые листики ну так сильно особо не осматривала то что бросалось в глаза только поэтому сейчас я еще повнимательнее посмотрю на листву потому что есть тут тоже вялые и часть из них удалим ну вот этот например я его оставлю ствол у него плотненький держит форму так вот эти вот эти вот плоховато или нет по крайней мере вот этот все вот что осталось так нам нужен теперь горшочек причем нам нужен маленький горшочек так как здесь ну не совсем конечно стаканчик потому что резом то вон сколько я что-нибудь подберем все-таки небольшой я горшочек подобрала вот если сравнить с предыдущим вот такая вот разница так я накладываю новый керамзит сейчас на этот первый слой который образовался я заложу резонки которые без стволика вот смотрите по ширине плохо входят так там помощница что-то дико сажается срочно кошка настоящий садовод так ну я щас попробую тогда под наклоном разместить потому что у меня следующий горшочек по размеру идет уже сильно большой поэтому буду пытаться сюда как-то это уместить возможно конечно это плотновато можно конечно взять второй горшочек сделать то же самое с ним но я хочу один мы экономим место вот эта штука так засыпаем так и все сейчас сюда вот эти вот будем остатки сажать чуть-чуть осталось совсем у меня тут универсальный грунт с перлитом и совсем немножко вермикольной осадки так но это конечно сейчас не будет стоять ничего вот такой конечный вид так это выглядит после пересадки я сначала не хотела ничем поливать и думала вдруг это перелив там все гниет или вот это заболевание какое-то грибковое то лучше чтобы в просушенном хорошем грунте все это постояло так там пирожочек опять кричит но судя по тому как выглядит корневая вот эти вот резонки да все зернышки то я уже склоняюсь к тому что никакого заболевания здесь нет либо это был ну на фоне стресса пересушивания либо перелив что-то такое по идее все шансы есть и решила я все-таки полить поливать буду раствором марганца чтобы продезинфицировать грунт ну и лишним это в принципе для профилактики не будет грунт очень сухой поэтому видите вода сейчас стоит розовенькая красивая потихонечку она сейчас все пропитает выйдет в тарелочку потом уже из тарелочки попьет посмотрим как это будет дальше выглядеть насколько быстро выпьет растение влагу из грунта вот и вообще в принципе в будущем что с ним будет происходить буду стараться вам показывать уже в отдельных роликах в этом на этом я закончу такой вот получился результат пока что промежуточный пока что все вот так висит надеюсь со временем все поднимется вверх когда наберут стволики силы кто сталкивался с такой ситуации пишите пожалуйста как вы с этим справились какие были результаты что вы делали вот буду очень благодарна потому что я ничего особо полезного в интернете не нашла никто ничего такого не пишет поэтому пробую сама ну и заодно показываю вам ставьте лайки если вам понравилось это видео обязательно подписывайтесь чтобы посмотреть что будет происходить с этим аксалисом дальше и всем пока